Продолжение следует... Сам Спаситель считал его великим пророком, говоря такие слова. Церковь считает Иоанна Крестителя самым почитаемым цветом после Божьей Матери. Это можно заметить во время литургии, где Иоанн Креститель поминается сразу за именем Богородицы. Иоанн Креститель, он же Иоанн Предтеча, покровитель всех христиан. Имя его высоко чтится и вспоминается верующими. Но многие люди не понимают, что значит слово «предтеча». Значение этого слова в различных источниках трактуется по-разному. Это предшественник, лицо, которое своей деятельностью подготовило путь чему-то или кому-то, событие или явление. Тем самым мы можем сказать, что пророк Иоанн подготовил почву для пришествия Иисуса Христа. Каким же был жизненный путь Иоанна Крестителя и какова его роль в христианской религии? К сожалению, документальные свидетельства, кроме Евангелия и пару жизнеописаний о деяниях этого человека, практически не сохранились. Несмотря на это, Иоанн Креститель – это реальная личность, существование которой никто даже не оспаривает. Он был очень близок Иисусу Христу, не только по духу, но и по плоти, так как они были троюродными братьями. Пророк Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Жили его родители около Хеврона, на юге Иерусалима. Само появление ребенка было уже чудом. Предсказал его архангел Гавриил, посетив будущего отца в храме. Архангел приказал дать мальчику необычное для семьи имя. Но Захария не поверил вестнику, за что был лишен дара речи. Немота священника продлилась вплоть до рождения ребенка. Будущий пророк начал вещать еще в материнском животе. После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета беременна, она пришла навестить ее. Младенец в животе зашевелился, и Елисавета ощутила благодать. И именно после этого чуда Захария письменно подтвердил желание дать сыну имя Иоанн, указанное ангелом. Согласно Евангелию, рождение Иоанна случилось на полгода раньше Иисуса. Точное место, где родился креститель, не указано ни в одном источнике. Считается, что он появился на свет в Энкареме, предместе Иерусалима. Сегодня на этом месте возвышается францинсканский монастырь, посвященный этому святому. В то время в Вифлееме были гонения на христиан и убивали тысячи младенцев. Поэтому, чтобы избежать смерти сына, мать ушла с ним из города в пустыню. В то время их постоянно охранял ангел Господень. Все обстоятельства рождения и жизни Иоанна Предтечи подробно описываются в Евангелии от Луки. Свою юность он провел в пустыне. Житие Иоанна Крестителя до момента его явления народу было аскетическим. Он носил одежду, сшитую из грубой шерсти верблюда и подпоясанную кожаным ремнем. Иоанн Креститель питался сушеными акридами, это такие насекомые рода саранчи, и диким медом. Достигнув 30-летнего возраста, он начал проповедовать народу в Иудейской пустыне. Предтеча призывал людей к покаянию в своих грехах и следованию праведной жизни. Его речи были немногословны, но производили сильное впечатление. В те времена народ каждый день ожидал пришествия Мессии. Люди с большим трепетом слушали слова пророка, ведь он предвещал им исполнение желаемого. Одна из его излюбленных фраз звучит так. «Покайтесь, ибо приближается Царствие Божие». Именно благодаря Иоанну появилось выражение «глаз вопиющего в пустыне». Какой была первая встреча пророка Иисуса Христа? Перед Крестителем предстал незнакомец, в котором Святой Дух в виде белого голубя указал ему на послание к Богу. На следующий день Христос и предтеча снова встретились. Именно тогда Иоанн Креститель провозгласил Иисуса Мессией, что и стало, по мнению теологов, его главным подвигом. С приходом пророка Иоанна завершается ветхозаветная история еврейского народа и открывается Новый Завет – пророчество о Мессии, спасителе всех людей на земле. Он возвестил о приходе новой эры в истории человечества, когда путь спасения открывается любому человеку. Иоанн отпускал раскаившимся грехи и омывал от них в водах Иордана, поэтому и был назван Крестителем. В то время, когда Иоанн притеча находился в Вифаваре у реки Иордан, к нему пришел Иисус, желающий принять крещение. Во время крещения Иисуса отверзлись небеса, «И Святой Дух сошел на него, как голубь, и глаз с неба глаголил, «Ты мой Сын возлюбленный, к тебе благоволение мое». После крещения Иисус стал преемником Иоанна. Он даже речи свои начинал как притеча, с призыва к покаянию и возвещения о приближении Царства Небесного. Несмотря на все свои заслуги, креститель в религиозных преданиях совсем, конечно же, не приравнивается к Христу. Хотя он и был старшим по возрасту и стал первым проповедовать покаяние и пришествие Царства Божия, он все-таки поставлен ниже, чем Иисус. Окрестив Иисуса, Иоанн продолжал пророчествовать в пустыне. Как и у Иисуса Христа, у притеча был свой жизненный путь в казнь. Он обличил царя Ирода в грехе прелюбодеяния с женой брата, за что был помещен в темницу. Но оклеветанной женщине этого наказания было мало. Она жаждала смерти Иоанна. Она подговорила свою дочь Соломею станцевать танец на Большом Перу в честь дня рождения царя. Станцевав иротический танец, Соломея добилась обещания царя отрубить пророку голову. Ирод не мог нарушить слово, данное публично, и приказал казнить Иоанна крестителя. Так погиб один из величайших пророков Иудеи, крестивший самого Господа и Спасителя. В память этих событий отмечается день усекновения главы Иоанна Предтечи. В православной церкви это день строгого поста. Ученики похоронили обезглавленное тело Иоанна Предтечи в Севастии, поблизости от гробницы пророка Елисея. Но после с телом святого стали происходить чудеса. Примерно в 362 году язычники вскрыли и разгромили захоронение, сожгли кости и разбросали прах. Однако христианам удалось спасти часть мощей. Позже нетленная десница Иоанна Крестителя переехала в Константинополь. Это было первое обретение. Позже, через столетие, священнику одного монастыря явился во сне Иоанн и указал место, где находится голова. Реликию нашли и перенесли также в Константинополь. Второе обретение головы празднуют одновременно с первым. Во время беспорядка в Константинополе святыню отправили на хранение в город Емессу. Позже посольство императора Михаила Третьего нашло голову святого в Каманах недалеко от Емессы. Это было третье обретение. Дальнейшая история реликвии точно неизвестна. И сейчас на звание обладателя подлинной головой Иоанна Крестителя претендует 12 церквей. Иоанну на Руси издавна посвящены два больших почитаемых народом праздника. Иоанна Купалы, которые просто совместили с языческим. И Иоанна Головосека. Иоанн Креститель почитаем как последний из пророков-предвестников Мессии не только в христианстве. В исламе ему поклоняются под именем Яхья. Пророка просят об укреплении духа во время длительных церковных постов. Ведь святой показал пример аскетического образа жизни. Родители предтечи тоже причислены к лику святых. К ним обращаются бездетные пары с просьбой о даровании потомства. В эпоху Возрождения многие гении искусства обращались к образу и эпизодам жизнеописания предтечи. Кроме этого художники изображали и Соломею. Танцующую или держащую под нос с головой Крестителя. Всемирно известна картина художника Иванова «Явление Христа народу». Посвящена встрече Крестителя с Иисусом. Самой известной иконой в православии является икона под названием «Голова на блюде». На ней изображена усеченная голова святого с закрытыми глазами и нимбом над ней. По преданию, нечестивая Иродиана сильно боялась воскресения пророка, поэтому потребовала захоронить голову Иоанна отдельно от туловища. К иконе пророка обращаются те, кто стремится вернуться к вере и раскаивается в грехах. Так как предтеча принимал покаяние грешников и очищал от грехов, именно к нему обращаются с этой просьбой. Продолжайте знакомиться со святыми личностями вместе с нами. Учитесь и перенимайте качество характера у лучших. До встречи в следующем выпуске.